Уважаемый господин Фассина, мэр Турина, уважаемые участники форума, хотел бы приветствовать прежде всего эту замечательную инициативу создания нового шелкового пути железнодорожного, который позволит объединить народы и регионы Европы и Азии. В 21 веке мы живем в условиях глобализации, взаимосвязанного, взаимнозависимого мира. От того, насколько мы ближе будем друг к другу, во многом зависит наше будущее, будущее нашего развития, будущее наших детей и внуков. Создание железнодорожного нового шелкового пути – это инициатива мэра Турина и участие мэров в этом круглом столе многих городов, которых будет связывать этот шелковый путь, позволяет сегодня взглянуть в будущее, позволяет взглянуть на десятилетия вперед, как мы будем жить в новом мире, в новых условиях, как мы будем развиваться, как мы будем вместе посещать друг друга, как мы будем вместе строить наше общее будущее, а будущее наше может быть только общее. Европа и Азия – это было, казалось, далеко. Сегодня Европа и Азия находятся вместе. И сегодня железнодорожное скоростное сообщение из Пекина в Европу будет занимать несколько дней. А вокруг этого будут строиться, расти новые города, новая инфраструктура. Это будет позволять всем нам понимать лучше друг друга, жить в одном доме, европейском доме, вместе развиваться, вместе строить наше будущее. А будущее наше может быть только вместе. Большая Европа, большое евразиатское пространство, где всем нам хватит места, и где все мы вместе будем строить наше будущее. Я желаю успеха участникам этого круглого стола. Я хочу приветствовать авторов этой инициативы, которая позволила сегодня построить большое метро на огромном евроазиатском пространстве. На этом все остановки будут востребованы для всех нас. И надеюсь, что скоро мы сможем вместе воспользоваться этим прекрасным сообщением, которое позволит нам ездить друг к другу в гости, друг друга посещать и вместе строить наше будущее. Успехов участникам круглого стола!